Добрый день! Я все еще продолжаю свой рассказ про второй день наш с Леноси в Новом Орлеане 13 июня 2016 года. Вот перед нами меню шикарного ресторана, который мой муж зарегистрировал еще за неделю до нашего отлета. Он очень хотел, чтобы мы не просто попали в этот ресторан, а попали именно в самый первый день. Мы не сделали это на день прилета, потому что мало ли что с самолетом, чтобы резервация не попала. А вот на второй день мы уже здесь. И он всегда со мной отправляет фонарик, чтобы я могла сама меню читать. И как во многих ресторанах, так и в дорогих тоже всегда приносит какой-то либо теплый хлеб с маслечком, либо там какие-то другие закуски, чтобы люди ждали основное свое блюдо и в это время не чувствовали себя очень голодными. Мы с Леноси заказали по коктейлю и нам вот уже здесь принесли первый аппетайзер. И он, безусловно, был шикарный, как и все в этом ресторане. Мы были невероятно счастливы. Кстати, по поводу напитка я спросила у нашего официанта, который выглядит как дэнди лондонский, какой у них самый традиционный. И не глядя в меню, его заказала. Она что ли, Нуся сказала, ну ты хоть бы на цену сперва посмотрела, потому что вдруг он по 100 долларов. Ну по 100, значит, Женя будет платить по 100. Я не сняла самый важный момент с этим супчиком. То, как его принесли и то, как его наливали. Я завороженно смотрела и забылась. Я насквозь этим супчиком. Я мечтала, но с вами горала. Я хотела супа есть черепашью. Я прошу, я бы упала на суп. Такое вкуснятино, шутка. Шутка вкуснятина. Ну так вкусно. Невероятно. Вот так вот. Поют, как обычно, насажать вот сюда. Нормально, нормально. Вот и завтра уходим. Улимпу, улимпу, улимпу. Арнац ресторан один из самых старых ресторанов. Он был очень популярен в этом городе еще в 20-30-х годах прошлого столетия. И, как правило, рестораны, которые уже имеют авторитет, они не только не прекращают свое существование, они еще и приобретают дочерние предприятия. Потому что туда люди идут, зная просто, что готовить будут так же хорошо, как в основном. И, как правило, рестораны приобретают свое название не с потолка взятое. Как правило, это имя хозяина. В данном случае первого хозяина. Я знала, что этот ресторан дорогой, Женя мне про это сказал, поэтому я пообещала сходить в ресторан только в том случае, если он за него расплатится. И он нас попросил, чтобы мы прихватили с собой вот этот соус, который он очень любит и который он всегда оттуда приводит. Мы, естественно, любезно согласились это сделать. И, чтобы не забыть, официант нам пораньше принес и упаковал фирменные пакетики. А мы не ограничились просто стартером и основным блюдом. Мы захотели и по второму коктейлю, уже по-другому похислее нам захотелось. И по десертику. Мы вечером не захотели десерт запивать кофе, хотя американцы пьют кофе круглые сутки. Мы, русские, нам по горячего чайку. И, как во многих ресторанах, выбора чаев в этом тоже не оказалось, потому что ездят в основном коренные американцы. А они не понимают, что такое горячий чай. Они пьют чай со льдом. Это у них нормально. А вот горячий чай только вот для иностранок. И поэтому мы ограничились. Нет, даже не ограничились. Нас даже не спросили, какой чай бы мы хотели. Потому что у них был один-единственный Ахмад Ти. Но не самый плохой выбор. А сейчас перед вашими глазами готовят десерт, который, кстати, Лена хотела заказать себе. Это банана Фостер. А я-то не знала, что его же будут готовить вот так красиво прямо перед нами. Я бы, безусловно, тоже его захотела. Если бы я знала, что здесь целое шоу разыгрывается. У нас в Талсии такой десерт делают, но его не преподносят вот так красиво. Поэтому я решила, что я возьму свой любимый крем-брюле, который у нас в Талсии подают в очень немногих местах. И поэтому, когда я из города выезжаю, я его всегда и заказываю. И Леносии пришлось взять свой любимый. Потому что этот можно было заказать не менее, чем две порции на один стол. И вот мы лишили себя такого удовольствия. В следующий раз обязательно закажем. А следующий спектакль вам будет показан сейчас. Вот уже они начинают отрезать от апельсинчика кожуру. И смотрите, что будет происходить дальше. Это готовят кофе, которое называется кофе Брулот. Я вам дам и название обоих этих блюд, и дам адрес, и телефон. Всё про этот ресторан расскажу. Потому что мы хотели ещё разочек прийти в этот ресторан и просто заказать вот такой кофе. И вот такой десерт. Но, к сожалению, в этом конкретном ресторане у них не бывает ланч. И только по воскресеньям в бранч. А мы к воскресенью уже уезжали. Они, правда, нам сказали, что можно сходить в дочерние рестораны, которые расположены не очень далеко. Но мы просто по времени не уложились. И мы обязательно в следующий раз сходим и закажем вот эти два блюда. Кстати, я когда приехала из Нового Альяна, я вспомнила, что ж я не посмотрела Орёл и Решка. Они же обычно дают рекомендацию, что посмотреть и дорого, и дёшево. И в этом же самом ресторане сидела героиня этого фильма. И она заказала вот этот кофе. Но почему-то в их меню этот кофе якобы стоил 400 долларов. А я проверила по меню от ресторана. Этот кофе стоит 9 долларов 50 центов. Как-то перевирает очень много в Орле и Решке. А у нас в театре не разрешают свечку зажечь. Пожароопасность. Ой, как красиво, боже мой. То есть, охленно, это перед нарушим столом будет. Это такое блюдо. Мы закажем в следующий раз. Надо идти опять. А все смотрят как зачарованные со всех сторон. Ты понимаешь, что-то вот он и мы, этот стул. Это просто приходишь как на представление. Там все горит, а оно и лежит. Причем угорел какой-то ром. Сейчас мы у нас другого кофе на нем. Сейчас в этот, представляешь, мы сейчас стаканы нальем. Не будет какой-то напиток, Лена. А это было нам... Вот сахар высыпал туда же, который делал... Нам надо спросить, как это все блюдо называется, чтобы в следующий раз догадывать, Лена. Мы закажем бананья и вот этот напиток. И мы лучше смотреть спецназ. Дядька, ты что подвинулся? Мне за тебя ничего не будет. Я почему и стала смотреть цену непосредственно в ресторановском меню онлайн, потому что когда я Жене отдала чек за этот ресторан, он сказал, как-то вы так вот скромненько посидели. Хотя мы не смогли заказать вот такой спектакль для себя, выпить это кофе, потому что у нас места в нас больше не было. Мы все, что могли, мы все съели, вплоть до десертиков, что мы делаем чрезвычайно редко, ночью, потому что за фигурами это помним смотреть. И потом я посмотрела Орел и Решка, где оглашают эту цену. Я думаю, может быть, Женя когда-то тоже заказал себе этот кофе и не посмотрел цену. Ну, конечно, у него там сердце один удар пропустило, когда он увидел счет, который нужно было оплачивать. А у нас счет был более чем скромный. И я полезла в меню, чтобы прийти мужу и сказать, а мы вот такие молодцы, мы не стали заказывать. Оказывается, цена более чем доступна за тот спектакль, который вы смотрите, это просто даром. Да еще и с каким-то супер-пупер коньяком вам сделают вот этот кофе. А мы в следующий раз обязательно закажем такой кофе и снимем вам весь процесс не из-за чьих-то плеч, а непосредственно возле нашего столика и расскажем вам, насколько это вкусно. Ну, я так думаю, что вкусно. Но даже если бы не было вкусно, просто из-за всего этого представления, из-за всего шоу, такие оригинальные блюда стоит заказывать. Итак, посмотрите, пожалуйста, описание. Если кто-то поедет, я дам все данные. Не пропустите этот ресторан. В него нельзя заходить в шлепках, в джинсах, в шортах и в футболках. Дресс-код существует. Я так думаю, что вы получите массу удовольствия от того, что последовали нашему совету. А с вами были Елена, Галина Смис и ресторан Арнац в Новом Орлеане. Всего доброго. Пока-пока.